Все, друзья мои, всем привет-привет, давно мы с вами не зумились, согласитесь, давно не выходили на связь, то одно, то другое, то обучение, то поездка, как-то все, я вас безумно поставляла. У нас с вами осталось ровно пять суток, да, пять суток до конца периода, напоминаю, на что сделать акцент. Сейчас, ребятки, очень хочется с вами поделиться нашими эмоциями от мероприятия в Санкт-Петербурге. Я, наверное, скажу уже крайне последнее слово, сейчас я хочу дать слово нашим девчонкам, нашим красоткам, кто был со мной в Санкт-Петербурге, кто вкусил вот эту вот всю радость грандиозного нашего крутого события Siberian Wellness, кто находился в этом прекрасном зале, кто в субботу с нами гулял по городу, кто был на фотосессии, кто в воскресенье стоял рядом с топ-лидерами, фотографировался с ними, ведь это тоже такие невероятные крутые эмоции, которые заряжают, кто смотрел вот это вот все мероприятие вживую, вживую, это совершенно другая энергия. В общем, поделитесь, расскажите буквально минутка, ребяточки, буквально минутка, не надо там сильно располагать, вот ваши эмоции, ваши впечатления. Кто начнет, включайте камеру, включайте микрофончик, очень хочется вас видеть, я даже знаю, кто будет первый. Угадала? Да, шаги, шаги. Так, ну ты уже все сказала, что стоять рядом с топ-лидерами и прочее, прочее, это очень круто. Конечно, мы не раз вам в чате повторяем, что быть на подобных мероприятиях нужно, вот прям нужно, потому что мы не только общаемся между собой, мы видим, как общаются другие команды, и к нам очень часто там подходят люди из других команд, спрашивают, оказывается, нас знают, и это очень приятно, нашего топ-лидера все знают, там вообще облепляют. Так вот, в этот раз в Питере я для себя что подметила? Люди подходят к Динаре, даже ко мне в этот раз подходили, потому что они чувствуют, они видят по нашим видосикам, по нашим старяшкам, постам, что у нас четко слаженная система. Так вот, если вы до сих пор в поиске изобретения велосипеда и думаете, что у нас что-то не то, я вам уверенно на миллион процентов скажу, вот просто берите наши две недели обучения и вперед, ничего не надо искать, изобретать. Я вот, у меня жетончик окончательно провалился, у нас самое крутое обучение, ни в одной команде его нет, вот нету. Класс, класс. Потому что я знаю, что многие из вас думают, о, вот там лучше, наверное. Одно дело хайповать, другое дело по факту иметь реально крутое дублицируемое обучение, когда даже без опыта человек приходит в нашу команду и за первые две недели получает первые свои результаты, входящие заявки. Да, это очень-очень круто. На самом деле была очень сильно горда, и мне очень понравилось, что к Регине подходили и говорили, мы вас знаем, мы за вами наблюдаем, мы смотрим ваш YouTube-канал. Вы представляете, как это классно, как это приятно, как это ценно. Кто у нас хочет сказать пару слов? Давайте я. Давай, 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 Оксаночка. Я первый раз была на таком мероприятии, опыта нет в сетевом. И когда ты наблюдаешь за лидером два года и потом видишь ее вживую, это просто нереальное ощущение. Реально вообще вот приехала. Вы понимаете, что я в три часа ночи была дома, я утром в шесть часов встала и просто начала работать три часа. И как энерджайзер до среды, до среды. Я вообще, я не знаю, вся команда почувствовала, и за эти три дня просто полторы тысячи баллов. И то, у меня есть еще девочки, которые идут по клубу 200, они еще как бы не доделали, да. Но товарооборот растет благодаря тому, что наши лидеры передают эту энергию нам. И мы можем передавать дальше уже своим девочкам. Я безумно благодарна Регине Динааре за то, что получили какие-то, естественно, там, даже в какой-то степени, я поняла, что, ну, просто вот не думая, работа над моими ошибками, да, грубо говоря. И когда лидеры не скрывают, то есть дают вот то, что есть, что положено, да, скажем так, нежадные, нежадные, это очень хорошо. И Аля Халимова, за ней там, я когда жила в ТикТоке, там, полтора года тому назад, Алю Халимову я знала уже с ТикТока, что все ее видео всегда были, особенно про мужское здоровье. Но когда ты ее видишь тоже вживую и понимаешь, что, блин, это же Аля Халимова. Поэтому, девочки, очень рада была со всеми познакомиться. И все-таки не зря, не зря мы встретились, и в дальнейшем хочется, чтобы нас было больше, и чтобы все почувствовали эту энергию нашей Динары. Вот, поэтому прям вообще, му-му-му-му, Динара, спасибо огромное всем, девочки. Спасибо, спасибо, Апсалочка тебе огромное, спасибо вообще, зарядила, зарядила. Девчоночки, кто следующий? Алю, смотрю, у тебя микрофончик включен, скажешь нам пару слов. Здравствуйте, здравствуйте всем, еще бы разобраться. А, вот она я, красивая. Здравствуйте всем. Ой, я не знаю вообще, что говорить. Честно говоря, для меня эта поездка была первая, первый полет на самолете, первый раз я была в Питере, первый раз я потрогала лидеров вот так вот вообще. Вот это было что-то. Вот у меня вообще мурашки сейчас побежали, я не могу прям. Знаете, вообще я вот, я не буду сейчас говорить ни про лидеров, ни про систему, ни про что, да. Мне невероятно, вот я ощутила, вот мне, короче, стыдно бедной быть. Мне невероятно стало стыдно быть бедной. Когда я поняла, что такие же люди, там, бабушки, пенсионерки, они добиваются с таким же продуктом, с такими же телефонами, с такими же это, получают невероятные какие-то деньги. А я хожу в этом Челябинске, да, у меня ребенок говорит, мам, купи это. Я сказала, давай вот до папиной зарплаты, давай до моей зарплаты. И я сидела вот, ну, вообще вот, я не знаю, мне, короче, стыдно стало, мне очень стало стыдно вот на фоне всего вот этого, да, жить так, как я живу до сих пор. Ну, то есть ты получила мотивацию, да, Аль, ты осознала цель, 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 которой ты теперь будешь идти. Ну, да, там, вот, я не знаю, вот это энергетика, вот это вот все вкусить, вот это вот все принять на себя, распахнуться, да, это нужно почувствовать. Мне кажется, я до этого не понимала. Вот у меня вот здесь вот все равно где-то не складывалось все. Вот после того, когда я увидела, короче, все, девочки, надо работать, надо работать, блин, и надо быть на событиях на самом деле. Спасибо тебе огромное. Да, ребят, это очень-очень важно. На самом деле, когда мы говорим, да, там, вот, для чего ты работаешь, для чего ты все это делаешь, многие отвечают, ну, как, ну, ради денег, ради того, чтобы жить хорошо. Но осознания нету, что это такое, что это за деньги, что это такое жить хорошо. Ну, то есть это какие-то такие фразы, навязанные обществом, да, и вы их повторяете. Очень многие из вас повторяют, ради денег, ради того, чтобы жить хорошо, чтобы окружающим там было приятно, комфортно, там, детям, мужам, внукам, не знаю, кому-нибудь еще. А вот действительно, приезжая на такие мероприятия в офлайн, видя этих людей, видя, как они живут, как бы, стоя рядом с ними на сцене, а Алечка у нас прошлась по этой сцене, где стояли, ого-го, какие люди, да, вкусила всю эту энергию, которая там на этой сцене все равно концентрируется, остается. Ты это уже понимаешь головой, мозгами, ради чего и для чего и начинаешь уже действовать без остановки. Все, Алёна, спасибо тебе огромное, спасибо большое. Оксана, забыла тебе сказать большое спасибо за такие слова, неожиданные и теплые. Спасибо огромное, очень приятно мне было. Спасибо вообще всем, кто был в Питере. Посмотрела я зумчика Динары, да, про Питер, очень хотелось поделиться тоже своими эмоциями. Я была первый раз и вообще, как бы, советую девочкам, даже если вы не имеете, ну и мальчикам тоже, никакой квалификации, на таких мероприятиях все равно надо быть, где-то что-то в мозгах все равно щелкает, что, ну, видимо, не зря ты здесь оказался, для чего-то ты все равно как бы нужен. И единственное, что мы с Аллей пожалели, что мы взяли номер не в отеле. Вот, ну, надеюсь, в следующий раз мы там будем. И, как бы, очень все понравилось. Девочки все супер, познакомились с Динарой вживую, с девочками из Казани, с Региной. Ну, вообще все супер, конечно, хотелось бы большего, но будем стараться идти к высшему. Еще хочу добавить к словам Симочки. Вот, вроде бы, мы из одного города, да, знаем друг друга, как бы, время от времени встречаемся. А все равно, вот в этой поездке мы, как бы, делили хлеб, делили крышу, да, стали намного-намного ближе друг к другу. Вот, это очень сближает. Не только, когда вы видите людей, как говорится, с экрана телефона, встречаете, трогаете их, ощущаете, а еще и с вашими близкими, с близкими из вашего же города, с вашими же партнерами. Я не могу, у меня сейчас прорвет. Вот. Это, конечно, моя душа. Сима, это прям моя душа. Кто еще хочет высказаться? Кто еще хочет что-то сказать? Может быть, те, кого не было с нами на мероприятии? Шумно, я думаю, что вы меня не услышите. Не-не-не, слышим-слышим, все нормально, голос только твой слышно, все хорошо. Мне, конечно, очень хотелось поехать, но вот детки приболели сильно. Я, честно говоря, я с завистью смотрела, но я думаю, что все, кто сидел, да, онлайн смотрел, все смотрели с завистью. Вот, конечно, хотелось тоже поприсутствовать с вами. Девчонки, эти события, нужно, конечно, быть желательно оффлайн, если, тем более, команда едет, то стараться прям по максимуму выжимать из себя, как говорится, и ехать. Очень-очень жалко, что не поехала. Девочки все, конечно, молодцы, кто поехал, кто не сдался. Вот, я думаю, что этот заряд энергии, они, конечно, с собой вот прям вот до следующего события точно, как говорится, им хватит. А так, ну что еще сказать вам? Работать надо, девочки, работать. Вот, побольше сетевых 10 лет. Ты уже купила билет в Москву? Купила билет в Москву? Да, да, да. Купила, купила. Вчера с Мариной гостиницу нашли уже. Уже, я не знаю, во сколько мы, в 12 ночи с ней списывались. У нее-то больше было времени. Вот, и это, гостиницу забронировали почти, почти. Вот, осталось совсем чуть-чуть. Что там, еще до января-то? Совсем чуть-чуть новый год. Ну, конечно, конечно, время быстро летит, это уже стопроцентно. Ирочек, спасибо тебе огромное. Вот сейчас я еще прочитаю сообщение, которое от Лилечки пришло. Лили у нас сидит на работе. Лилечка у нас закрыла ВТ-1000 в команде Оксаны Нургалеевой. Мы ее совсем недавно поздравляли, сейчас прочитаю, потому что она, к сожалению, на видеосвязь не может с нами выйти. Для меня это была первая поездка на мероприятие, я очень рада, что воспользовалась этим. Офлайн-встречи очень заряжают на работу. Также получила бесценный обмен опытом. Девочки, не пренебрегайте, обязательно надо ездить на все мероприятия, чтобы получить драйв, азарт, увидев живой людей, которые достигли больших рангов. Понимаешь, что все возможно. Я тоже хочу! И сильно это заряжает. Лилечка, спасибо тебе огромное. Спасибо, очень рада была с тобой познакомиться. Это вообще здорово, это классно. Микрофончик я включила, сейчас видео попробую включить. Все, видео готово. Молодец, молодец, давай, давай. У меня тоже эмоции переполняет. Еще вчера твое видео посмотрела. Вообще бомба видео, классно. Мы все такие классные. Очень мне понравилось, очень важно встречаться вместе, именно оффлайн. Онлайн, ну, общаемся мы, общаемся, когда видим глаза лично друг друга. Это прям очень сильно заряжает. У меня до сих пор мурашки по коже. Очень интересно, конечно, конференция вся. Мне очень понравилось, очень много интересно рассказывали про продукт. Мне очень понравилось, так как рассказывали про Экспиральту. Я даже никогда за эту серию не задумывалась. Теперь хочу прям все, все хочу. И вот именно очень вкусно рассказываю, очень классно. Мне очень нравится. Обязательно всем говорю, обязательно нужно быть, встречаться. Не только на конференцию, а мы, можно сказать, работали. И фотосессия – это тоже работа, но мы отдыхали. Мне очень нравится. Я уже много кому говорю, что у нас это не работа, можно сказать, а отдых. Такой работы нет нигде. Точно, Наташа. С нами такой работы точно не будет. Класс, класс. Спасибо тебе, Наташечка, большое. Спасибо огромное. Ребятки, что хочу в завершение сказать. Давайте уже зумчик завершать. Наташа правильную фразу сказала, я забыла в начале зума об этом напомнить. Смотрите, пожалуйста, в записи это событие. Смотрите с момента, особенно с момента, где начинают рассказывать про наши серии, про уходовую серию. Прям прекрасно. Наталья Раткевич, она работала очень-очень долгое время в Арифлейме. И вот Регина рассказывала, делилась, что когда Раткевич уходила из Арифлейма, все рыдали. Вы можете себе представить, какой человек пришел к нам в компанию? Она теперь у нас главный менеджер по уходу косметики, по косметическому направлению. Она очень часто дает зумы, очень часто выступает. Каждую неделю приходят уведомления от компании, что вот у Натальи Раткевич какой-то вебинар, семинар на базе нашего бэк-офиса. Обязательно смотрите ее выступление. Еще раз подчеркну. В Арифлейме люди уходили из-за нее, хотя она была не лидером, она была вот именно менеджером по продуктовому направлению. А люди уходили, видя, что этот человек ушел из компании. То есть очень многие держались именно за нее, за ее энергетику, за ее красивые слова, за то, как она умеет рассказывать о продукции. Поэтому ставьте на повторчик ее выступление про экспиральту платином, просто записывайте себе в блокнот. И я вот хочу вам еще один раз подчеркнуть, в ваших продуктовых чатах не обязательно разглагольствовать, не обязательно давать много информации. Можно просто сказать кратко, емко, используя какие-то вкусные эпитеты, какие-то сладенькие обороты, как вот делает этот Раткевич. Просто потрясающе. И сразу же хочется купить все, даже для себя любимой. Не то, что клиентам пойти рассказывать, а вот себя любимым порадовать с пониманием того, насколько это классно, насколько это потрясающе. Потрясающе. Да, Эльмирочка, спасибо. Да, вот Эльмира как раз подтверждает Ковалева про Раткевича. Ну, то есть, ну, потрясающая женщина, очень красивая, обаятельная, привлекательная. Так еще и так вкусно рассказывает. Вот у кого мы должны учиться и вот гордиться тем, что такой человек выбрал нашу компанию для своей работы, для своего развития. Это очень ценно, очень ценно. В общем, смотрите на повторе мероприятия, записывайте, делитесь инсайтиками. Ребятки, всех еще раз благодарю за присутствие на Зуме. Очень было приятно с вами поделиться нашими эмоциями. Завершаем период. Пять дней работаем с клиентами. Все вопросики задавайте в чат. Мероприятие в январе, оно исключительно для бизнес-профи и выше именно от компании. Но не забывайте, что денежку купим, ради чего работаем, чтобы накопить денежку и прилететь, приехать в Москву, со всеми пообниматься, поцеловаться уже на нашем командном мероприятии в Измайлово. Все, всех люблю, целую. Все инсайтики получили, эмоциями зарядились. Но завершаем период на драйве, на драйве. Все, друзья мои, всем пока-пока, всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok